Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что могу выйти в эфир с очередным информационным блогом от Славянской Церкви Адвентиса 7 дня в городе Сакраменто. В первую очередь хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто нашел время и в прошлое воскресенье пришел сюда к нам, чтобы принять участие в ярмарке Добра. В общей сложности было чуть больше 100 человек, которые пришли извне посетить нашу ярмарку. Было около 60 детей, которые принимали участие в нашей детской программе. В общем, атмосфера была очень приятной. Мы имели возможность познакомиться с людьми, мы имели возможность помочь им одеждой, разными вещами, угостить их нашими фирменными блюдами. У нас также работала станция консультации врача, станция консультации социальных работников, станция консультации адвокатов. Я верю, что это было благословением для всех тех, кто пришел на эти встречи. Ну и самое главное, как я уже сказал, была возможность познакомиться с новыми людьми. Даже улыбнуться им, это уже было очень важно. Я еще раз очень благодарен всем тем, кто нашел время и возможность для того, чтобы прийти, принять участие. Была видна вот эта сплоченность желаний принять участие, поддержать. Все выкладывались на 100%. Я от всего сердца всем вам очень-очень благодарен. В заключении после этого информационного блока я покажу небольшой видеосюжет о той встрече или этой программе, которая имела место на территории нашей Церкви. Ну а теперь вернусь к предстоящим событиям, служениям нашей общины. В эту субботу по Божьей милости проповедует Александр Ханчевский, пастор нашей Церкви. Поэтому, пожалуйста, молите за его служение, чтобы Бог особенным образом использовал его. Я уже писал это в смс-портале и говорил об этом в предыдущих видеообращениях. В пять часов вечера у нас должна начаться программа по изучению Священного Писания. Это своего рода евангельская программа, которая также будет и нести в себе принципы подготовки к окрещению. Но, друзья, я чуть-чуть приболел, хотя я нахожусь сейчас в офисе, но я не хотел бы выходить на широкую публику и иметь вот этот контакт, чтобы... Ну, я так думаю, что это простая простуда, но если все же это какой-то вирус, не хотелось бы, чтобы он распространялся от меня. Но, может, это и к лучшему. Каким образом? Потому что у всех вас будет возможность посетить наших братьев и сестер из Украинской Церкви. В прошлый понедельник я получил сообщение от Андрея Михайловского, он пригласил нашу общину к ним на праздник. Поэтому, если у вас есть желание, возможности, мы приглашаем вас на пять часов прийти в Украинскую Церковь. У них будет жатвенная программа. Ну, а в шесть часов у нас будет молодежное служение. Мы уже говорили о том, что наша молодежь, она произвела своего рода ребрендинг. И теперь под новым названием наше молодежное служение будет совершать все свои проекты. Сокращенно это будет или аббревиатура GLO или God's Love Outreach. И я думаю, что вот это желание донести Божию любовь до этого мира, оно будет проявляться во всех направлениях их служения. Завтра будет первая встреча вот в их молодежном формате. И они очень просили, я от себя с удовольствием вам об этом скажу, что они ждут всех вас, дорогие друзья. Независимо от возраста, они будут видеть каждого. С нашей стороны это очень важно, чтобы мы пришли поддержать их, чтобы мы пришли своим участием или присутствием сказать, что мы рады за них. И мы готовы быть опорой, чтобы вот это новое поколение, оно двигалось вперед в проповеди Евангелия. Поэтому, пожалуйста, если у вас будет такая возможность, обязательно придите на шесть часов сюда к нам на наше молодежное служение. Хочу также напомнить, что мы продолжаем собирать заказы на периодическую литературу на 2024 год. И как мы уже говорили, в фойе, возле доски объявлений лежат бланки, которые вы можете заполнить. И быть спокойными, что в следующем году вы будете получать утренние стражи, уроки субботней школы и всю остальную литературу, которую вы закажете. Также хочу напомнить, я писал об этом уже в смс-портале, что адвентистская семья ищет женщину, которая работала бы по уходу за их мамой. Если вас интересует это предложение, вы хотели бы попробовать себя в такой профессии или в такой работе, вам нужно позвонить по номеру 707-337-8368. Это англоязычная семья, поэтому нужно, чтобы или вы владели английским языком, или же вы воспользовались услугами ваших детей или внуков, которые смогут быть вместе с вами вот при этом разговаривать. Поэтому, пожалуйста, если вас интересует это предложение, обращайтесь. Напомню номер телефона еще раз. 707-337-8368. Мы и дальше приглашаем всех вас регистрироваться в нашем смс-портале. Это очень удобный способ для того, чтобы мы могли высылать вам насущную информацию. Пожалуйста, вышлите смс-ку со словом MARANAFA на номер 888-814-6982. Не нужно скативать никаких аппликаций, ничего, просто в ответ вы получите линк, перейдя по которому надо будет заполнить очень простую форму, и потом сохраните этот номер телефона, с которого вам придется общение, подпишите его в Sacramento Stavik SDA Church, и из этого номера вы будете получать все известия, информацию по поводу жизни и служения нашей церкви. Это очень удобно, это всегда у вас под руками, и если вы забыли, когда какое мероприятие будет проходить, вы просто открыли телефон, почитали смс-ку и уже знаете, что когда у нас будет. Так что, приглашаю вас воспользоваться этими техническими преимуществами. Вкратце хочу еще раз напомнить о тех событиях, которые ждут нас в ближайшее время в жизни и служении нашей церкви. Итак, 3-4 ноября у нас в гостях будет Петр Кулаков. Он будет проводить служение в пятницу вечером, потом это будет суббота утром, и в субботу вечером на молодежном служении он тоже будет принимать участие. Так что, приглашаем вас не пропустить эти служения. 11-го же ноября у нас будет проходить праздник благодарения или жатвенная программа. Он будет проходить и утром, это будет своя часть, и будет проходить вечером. Так что, мы приглашаем всех, братьев и сестер из Украинской церкви, из Сан-Франциско, все окружающие общины, которые вокруг нас есть, мы будем очень рады всех вас видеть. Конечно же, подключайтесь к нам онлайн, я думаю, что эта программа будет благословением для каждого из нас. Но также хочу сказать, что мы очень хотим сосредоточить свое внимание на миссионерском служении. Поэтому, друзья, приглашайте ваших друзей и знакомых. Это будет чудесная возможность, чтобы они переступили порог нашего молитвенного дома. После самой программы у нас будет угощение, поэтому будет возможность познакомиться с людьми еще ближе, сдружиться с ними. И кто знает, может через этот дружественный евангелизм будут те люди, которые потом приймут для себя решение и дальше посещать миссию служения и заключить завет с Господом. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что наше предназначение будет светом в этом мире и нести весь спасение тем, кто нас окружает. Дальше, 8-9 декабря у нас будут особенные встречи женского отдела. Мы пригласили специального спикера, она будет проводить с нами встречи, ну не с нами, с женщинами нашими в пятницу вечером 8-го и в субботу 9-го декабря. Так что планируйте, чтобы вы в это время были тут, вот в нашей эре, чтобы вы могли принять участие в этих встречах. С 15-го же по 23-го декабря у нас будет молитвенная неделя с Александром Болотниковым. И, пожалуйста, я вновь хочу обратить на это внимание. Очень хотелось бы, чтобы это тоже был миссионерский проект. Поэтому приглашайте друзей, знакомых, соседей с имя и фамилией Саши, она знакома многим, и баптистам, и пятидесятникам. И я вот слышал, когда, ну встречался с людьми из других деноминаций, которые мне говорили, что когда он приедет, обязательно дайте нам знать, мы придем на эти встречи. Параллельно с этой программой Александра Болотникова у нас будет проходить детская каникулярная библейская программа. То есть вы сможете спокойно оставить ваших детей, с ними будут проводить очень интересные занятия, а сами тем временем сможете принять участие в программе с Александром Болотниковым. Таким же образом и ваши друзья и знакомые тоже смогут занять и своих детей интересным занятием, и сами услышать весь спасение из Священного Писания. Поэтому, пожалуйста, не забудьте, эта программа будет проходить у нас с 15-го по 23-е декабря. 23-го же декабря утром у нас будет служение Вечери Господней, а вечером будет специальная концертная программа, которая будет посвящена рождению Иисуса Христа. Друзья, не переживайте, это не то, что празднуется в современном обществе. Мы говорим не о том празднике, который вот в нашем государстве есть, да. Мы говорим о теме, которая касается жизни и рождения Иисуса Христа, цель его предназначения. Поэтому тоже мы бы хотели, чтобы вы восприняли этот проект как миссионерский проект. Приглашайте сюда людей, чтобы мы могли рассказать им об истинной причине рождения Иисуса Христа. О том, что означает принимать Иисуса Христа. Что означает следовать за Иисусом Христом. Поэтому, друзья, это чудесная возможность приглашать других людей для того, чтобы проповедовать им весь спасение. Мне хотелось бы, я опять повторяюсь, чтобы каждый из таких особенных проектов, он был просто еще одной возможностью. Пригласить друзей и знакомых и достучаться до сердец тех людей, которые, возможно, при других обстоятельствах не переступили бы порог нашего молитвенного дома. Поэтому прошу вас, воспользуйтесь этими служениями особенными для того, чтобы приглашать ваших друзей и знакомых на эти встречи. Ну, хочу дальше перейти к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Валентину Жигайла, за Таню из Закарпатья, за нашу сестру Лариса Подоляка. Конечно же, мы просим о том, чтобы закончились эти конфликты военные и на территории Израиля, Ближнего Востока, и между Украиной и Россией. Очень хочется мира и покоя, если это возможно в этих обстоятельствах в последнее время. Но мы не перестаем молиться, чтобы Бог с милостью велся над людьми этих стран, чтобы там перестали гибнуть люди. Это наши искренние желания и наши молитвы. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это книга Притчи, 21 глава, 2 стих. И тут написано. Все пути человека пред глазами его прямы, но Господь испытывает сердца. Друзья, очень важно, чтобы мы анализировали свою жизнь, свои отношения, поступки критично по отношению к самим себе. Нет, не надо себя угнетать. Надо верить, что Бог прощает нас, что Бог милостив, что Бог любит нас. Если мы приходим к Нему с раскаянием, то Он обязательно нас примет. Но видеть истинную суть вещей, которые происходят в нашей жизни, очень важно со стороны Бога. То есть, как Он оценивает мои слова, мои действия, ценности, принципы. Поэтому, для того, чтобы вот так видеть, надо вникать в жизнь и служение Иисуса Христа. Читать Священное Писание, которое открывает нам, что есть воля Божья. И Дух Святой обязательно будет касаться нашего сердца, открывая нам вот его истинные состояния. Поэтому, пускай Бог каждого из нас хранит, поддерживает своих рукой. Вам Божьих благословений, всего наилучшего. И до встречи на наших служениях в прямом эфире или же тут, в Доме молитвы. Всего вам хорошего, дорогие братья и сестры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok